43 проекта рассмотрели на так называемых инвестиционных часах в администрации Щелковского района в минувшем году. 28 из них находятся на стадии реализации, а 6 уже реализованы. На первом новом году заседании предприниматели представили еще две бизнес-идеи. Инвестиции в агрокомплекс с проектом по строительству крестьянско-фермерского хозяйства выступил житель городского поселения Фрянова. На данный момент есть свое небольшое жирно-наводческое хозяйство. На сегодняшний день у него 5 коров, 18 свиней, 200 гусей с утками и 20 корочек, 20 овец. Однако бизнес хотелось бы расширить. Для этого нужна земля. Тем более, что под содержание животных приходится пока арендовывать часть чужого коровника. Предложение предпринимателя районных властей заинтересовало. Видим, что серьезные люди пришли, начали с малого. Мы понимаем, что малое надо поддерживать, чтобы получилось большое. Поэтому окажем помощь в делении земельного участка и, соответственно, получение кредита для строительства помещения, для содержания молочного стада. Необходимо расширять производство и другому инвестору. Компания «Гринаэл» занимается изготовлением комплектующих для сумок. В Щелковском районе предпринимателю необходим земельный участок. Я даже, скажем, удивлен. Я, правда, не первый раз присутствую, но именно у Щелкова на заседании администрации первый раз. Мне понравилось. Очень. Будем искать земельный участок на территории ГПЦ Щелкова, потому что мы понимаем, что необходим рабочая сила. Поэтому где-то в границах города искать или в границах другого населенного пункта, где, возможно, будет найти рабочую силу. Тоже будем помогать всемирно. Совет по созданию благоприятного инвестиционного климата в Щелковском районе был сформирован в прошлом году. Его работа принесла свои результаты. По приросту субъектов малого и среднего бизнеса наш район занял второе место в Московской области. В администрации надеются, что такая динамика сохранится. Здесь ждут предприниматели с перспективными проектами. Мы максимально стараемся создать все условия, но по реализации, конечно, хотелось бы больше. Мы ждем, мы рассматриваем любые инициативы и всеми способами стараемся помочь. Дарья Заснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова